Привет, Лохвица! Здравствуйте, дорогие! Мама, папа, моя любимая подруга Светка! А также приветик Лина, Вика, Света, Ина, Лариса, Лёля, Анжелика, Снежана, Коля, что сидели на проводах у меня в метрах двадцати! Пишет вам ваш танкист! Нет. Пишет вам ваш связист! Нет. Пишет вам. Кто ж пишет вам? Пишет вам ваш пограничник! Пограничник, Дима! Мне выдали собаку! Зовут её... Вецел! не 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 за завод и рэмбо не не слышишь слышишь дурачок возле флага если она помоги мне как мне собаку назвать посоли день домой письмо пишу то сам ты брехло то чтоб девки больше любили так назову ее пограничный пес алой уже неделю до дебеля осталась ерунда семьсот двадцать один день и ночей проводы уже мои отгуляли или еще кто-то приходит опохмеляться моей любимой подруге светки передайте большой солдатский что-то я не верю что она мне с армии дождется ты же шаг не похожа светка на девочку которая патана сармижу кормят в армии классно паси как дома особенно повару дается хлеб а три дня назад выезжали с нашим командиром не нет генералом генералом каску с собакой нарисовать выезжали с нашим генералом на боевое задание слышишь слышишь тормоз возле флага слышишь выезжали с нашим полканом на боевое задание с литвиновым к лариске к его к любовнице картошку копать да жуков собирать карлацкие карательный отряд разве а потом меня в конце за руль посадили но я оказался самый трезвый а для меня желающих это родная машина после комбайна туда котелочка с капельницы сделано висит кто-то к переводка шварцернинера я сижу себя все собираюсь поворачивать ли у меня пошёл я сижу начать на земле руку в руках держу думаю как я теперь буду поворачивать и тут все началось выскакают сбор с этого если Гоблик с мерц там 5 чуваков Слушай, ну танки в пиджаках, понимаешь, танки а они же ко мне, слушай ну там конечно тихий ужас, конечно ломиком убить можно но не с первого раза и ко мне а я же опять пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи Вторая подхода, так вообще перекрутил, вот так голову, ну вообще неудобно извиняться, так и знаешь, а здрасте, голову так крули, это самое, вообще голова болела, так вообще потом, так и тут ведь так голову постоянно, хоть хочешь поизвиняться, но тут наш командир свою силу показал, 30 раз от пола отжался. Я же быстренько командира собрал в мешок, девочки, мальчики, быстро, ну, у меня там пулечка там, что там, по повисок, что ну что осталось, и быстро в части. Прибегали в часть, думал, что я же герой, там все этот сам. Ну, конечно, мы не в части, объяснили, что я... Ты знаешь, всю часть объясняли мне, да, ротой ты, ротой. Минут 15 земли не касался, да. Тихо. Кто-то звонит. Алло, дежурный киоскоп по продаже оружия, рядовой белоконь. Кто-то звонит, я вообще, я вообще, знаю, сколько времени уже, наверное, что ты на меня сказал. Что ты на меня сказал. Так, что ты на меня сказал. Пока я шел туда, ты шел оттуда, понял, дурачок. Это самое, еще раз, это, как ты, кобыла, позвонишь, когда мы тебе уже лопатой в живот, чтобы, что, испугался, ага. Сифон газирот. Ой, товарищ полковник, не, 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 это, это... Это самое, это кому тот флаг нужен? Я, не, не, охраняем, это очень серьезно, это флаг, это ж это... Я понял, кто я, да, это самое, очень сме... Я понял, что, да, да. Все, до свидания, спасибо за внимание. Ой, что я сказал, спасибо за внимание. Ты что, это самое, не с чем собирать, не с чем писать. Все, 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 все. Уже пальцы болят, писи, пиши все время. Что делать вообще тебе? Пиши, пиши все время. Много писать не буду, потому что часть секретна. Ваш солдат с приветом, Дима.